ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСУ 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 Храни вас Господь! Победа за нами! Когда бандеровцы и западное отребье превратили Украину в антироссийский проект, когда Россия поднялась, поднялись и вы. Шире, смотрите, дело в нас с вами. Мы им, как народ, как русские, очень несимпатичны. Все это направлено на нагнетание напряженности, раскручивание мифа о возможном российском вторжении на Украину. Врет, как дышит. Еще раз, специально для Лондона. Примите сигнал. Мы уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. Путинская агрессия отбросила Россию на 30 лет назад. Видимо, это имеет в виду бункерный диктатор, когда заявляет, что все идет по плану, что никаких проблем нет. Рынок труда устойчив, финансы государственные устойчивые, здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Все это результат не того, что с неба упало. Это результат работы правительства, региональных команд, бизнеса, ну и общего настроения в обществе, которое демонстрирует единство и стремление к совместной работе для достижения общих целей. Издание The Times пишет, что закомплексованный фюрер ослабил экономику и свои вооруженные силы до такой степени, что РФ может понадобиться до 30 лет, дабы восстановить былой потенциал. Это касается военной и экономической мощи. Опираясь на данные международных финансовых организаций, составлен перечень последствий от кремлевской авантюры для РФ. Падение ВВП от 5,5 до 9%. Уменьшение объемов торговли товарами и услугами на 30-35%. Сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу этого года. Выход почти тысячи иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП. Инфляция на уровне 22%. Невозможность импортировать технологии и комплектующие. Стремительное сокращение производства. Обесценивание рынка капитала. Нормальная такая попытка прижать Украину к ногтю. Поэтому, поэтому в целом мы чувствуем себя уверенно, и у меня нет никаких сомнений, что все, что мы перед собой ставим в качестве цели, будет достигнуто. Что ждет Россию на мотив песни «Темная ночь» спел один из немногих незиганутых российских актеров Артур Смольянинов. упомянув в этой песне игрушки повара Путина Пригожина, содержание которых стоит российскому бюджету 100 миллионов долларов в месяц. В ночь на 11 октября крылатые ракеты Владимира Путина начали обесточивать мирные города Украины. Эта спецоперация пока удается. Темная ночь Отключили 4 АЭС Город Киев стоит без огней Затемнен и заснежен Глянь оккупант Как без свету стоят роддома Как в убежищах дети сидят И как книгами топят Черная вонь Потянулась от русских границ И кольей не поставить предел то зальет остальное Лишь бункерок ПЕС ПЕС Настанет рассвет А в России рассвет запрещен И настанет другое Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком по плану все поставленные задачи успешно решаются Это не война нет ни в коем случае это бойня по нашему с тобой желанию это не остановится туда всех дойдут тут не надо иллюзий питать никаких абсолютно и в конечном счете я для себя я для себя внутри делаю выбор я сохраняю свой бытовой комфорт и свою возможность профессионально реализовываться сегодня но не смогу просыпаться сам с собой завтра или я чего-то лишусь сегодня но мне будет не стыдно как это не банально смотреть в глаза самому себе и своим детям они вырастут и спросят папу а что ты молчал-то ты же мог говорить почему ты молчал что можно с этим сделать с этим можно сделать только одно с этим можно сделать то о чем нельзя говорить о чем лучше не говорить вслух они готовы и должны это делать те кто могут это делать но те кто могут это делать делать этого не хотят а те кто хотят это сделать сделать этого не могут и все гражданин путин он житель этой же самой страны был и я так понимаю что он тоже STAND еще больше жертва пропаганды потому что я так понимаю что собственно его профессия была в том, чтобы искать врагов вот этой великой родины. Которую он, я думаю, что тоже верил. Это месть. Модное слово сейчас, рессентимент. Я думаю, что это действительно так. Потому что человек всю жизнь учился искать врагов. Вся его жизнь это спецоперация. То есть говорить одно, думать другое, делать третье. Это работа такая. И, наверное, такая работа тоже нужна. Ну, просто мне кажется, что профессия президента все-таки предполагает поиск друзей. А профессия офицера КГБ все-таки предполагает поиск врагов. Идеи управляют им. А не он идеями. Плюс, конечно, отсутствие какого бы то ни было внешнего контроля. Потому что спецоперация это суть природы человеческой. вот этой. Вот если бы я играл такого человека, я бы где-то там бы искал. Где-то там бы искал. Где-то вот в этом, где-то в этом круге. Это это же азарт. В этой игре найди врага есть определенное удовольствие. В этой игре под прикрытием есть определенное удовольствие. В этой игре манипулятивной есть определенное удовольствие. Ведь люди не делают то, чего им не приносит удовольствия. Плюс это, конечно, жажда мести и попытки вот такой реинкарнации. В надежде, что сейчас мы откопаем труп, а он будет живой и красивым. Просто ручки-ножки приделаем обратно, и он снова вот запляшет, запоет. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позицией собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok